Всем привет, мои родненькие! Передо мной целая гора косметики, которую я вам очень-очень хочу показать. Вся косметика заказана на iHerb по разным причинам. Что-то можно заказать, типа Беоминералс только на iHerb и Лора Геллер, например, да? Ну, как бы те сайты, которые я знаю, вот мне проще на iHerb, да. А что-то просто выгодней по деньгам. И Covergirl. Слушайте, кто смотрел, там, типа, топ-модель по-американски, когда там рекламировали бренд Covergirl, тоже очень хотел себе его. Я очень хотела. Слушайте, мне очень нравится. У меня несколько, ну, продуктов. Мне очень нравится. Так вот, ребят, я буду наносить тональный крем и по пути рассказывать вам о том, как обходить блокировку русского обзора. Нельзя это делать, но я расскажу, потому что, ну, не имеют права нам просто запрещать, лишать нас клевого косметоза со скидками, ну, в конце концов, да? Тем более, все очень просто, на самом деле. Итак, я хотела вам показать, но не буду его сегодня наносить. Би-би-крем от Covergirl для жирной кожи, матирующий, обалденный. Очень тонкий, очень легкий, невесомый на коже, при этом он стойкий. Очень классно. На лето, на начало осени пушка. И сегодня я буду наносить Covergirl, тоже, жидкую, значит, тональную основу, которая, ну, это неудобный, конечно, формат. Я его очень не люблю. Это стекло, при этом это огромная дырка. Вот, извините, отверстие. И неудобно. Наливать надо на спонж, ну, да бог с ним, справимся. 30 мл, у меня оттенок Ivory, а здесь оттенок Fire. И я буду наносить тон и рассказывать вам, как заказывать на iHerb после блокировки Роскомнадзора. Все очень просто. Вы скачиваете Tor. Tor – это браузер. Я не могу по политикам Ютуба оставлять на него ссылку. Кстати, вот, тон очень жидкий. Я буду наносить и рассказывать. По политикам Ютуба я не имею права вам оставлять ссылки на Tor. Но, наверное, если кому-то очень надо, я могу в ВК отправить. Напишите мне, я вам пришлю. И потом там заходите в свой, или регистрируетесь, или заходите в свой аккаунт iHerb и наслаждаетесь. Тем более, на iHerb они потеряли, ну, жирную вот эту часть рынка российского. И там столько скидок, там столько интересного. Короче, мечта. Я обязательно, ну, может, во влоге покажу, не знаю где. Я заказывала наборы пробников по 700 рублей. Клевые продукты, там не помню сколько единиц корейской косметики. Очень крутые пробники. Ну, покажу, наверное, во влоге. Посмотрите, тон кроющий. При этом на лице его не видно. В поры не проваливается, но шелушение на носу подчеркнул. Ну, это моя проблема. Не хочешь, чтобы были подчеркнуты шелушения, не имей шелушений. Это очень просто все работает. Вот как это выглядит. Пускай вас не смущает влажный финиш. Сейчас тон впитается, и этого влажного финиша не будет совершенно. На губы, да, я нанесла тоже заказанный с iHerb Dr. Brand. Это дневной и вечерний бальзам для губ. Ну, вечерний больше бальзам, утренний это больше плампер для губ. Но, ребята, 1700 рублей. Дорого. Я, ну, как бы, да, прикольно. Ну, 1700 он не стоит. Мы дадим тональному крему усесться и используем консилер. Консилер у меня Maybelline. Очень популярный. Вот этот вот эрейзер. И, смотрите, я пробовала у подруги такой же, который куплен, по-моему, в магнит косметик. Ну, где-то здесь, на территории РФ. Мне кажется, что они отличаются. То есть, вот этот вот прям американский, для американского рынка. У него была упаковка вот эта картонная, он был запечатан. То, что продается в наших магазинах, это просто вот тут вот пленочкой заклеено и все. Мне кажется, они отличаются по качеству. Я не знаю, возможно, я уже такой сноб. Не знаю, но, по-моему, есть отличия. Кто не пробовал, попробуйте. Офигенный. Очень тонко наносится. Очень такой невидимый. Да, он стойкий, но, знаете, не настолько, чтобы, вот как, допустим, тарт. Консилер тарт. Он у вас с лица уже все слезет, а консилер тарт будет на лице. И у вас будут такие полосы, потому что он никуда не денется. Он как зацементированный будет на лице. Вот, не настолько, но при этом все равно стойкий. Мне кажется, он хорош для области под глазами, но я все равно нанесу на всякие проблемные места. Вы знаете, мне кажется, он плохо перекрывает прыщи, но для кожи под глазами, для незначительного купероза и венок он хорош. Следующим этапом я нанесу пудру. Пудру я это уже вам показывала, и у меня ее осталось не так много для рассыпчатой пудры. Вы должны понимать, что это, ну, как бы очень хороший расход. А у меня пудр много, но при этом я ее использую. Это рисовая пудра Палладио. Недорого она стоила, рублей 500. Здесь ее достаточно много. Это пудра, имеющая цвет. По-моему, у них есть в линейке транспарантная, но я взяла, которая с бежевым таким вот отливом. Очень удобно насыпать в крышечку. Здесь она, видите, бежевого цвета. Очень хорошая матирующая пудра. Ее нужно совсем чуть-чуть. Она незаметна на лице. А если ее в конце еще зафиксировать спреем каким-нибудь хорошим, так вообще чудо. Я обязательно наношу пудру, потому что сейчас я буду наносить сухие текстуры на глаза, чтобы потом их было легче смахнуть. Ну и зафиксирую тон. Мне кажется, очень сложно воспринимать мое лицо без бровей, поэтому давайте нанесем тени на брови. Я покажу вам тоже, почему заказывала на iHerb. Можно в сифоре, наверное, заказать, но просто на iHerb было дешевле элементарно. И я, собственно, это сделала. У меня Анастасия Беверли Хиллз или Анастасия Беверли Хиллз в оттенке medium brown. Тени вот такие. Сейчас уберу зеркальце. Двусторонние, да, с двумя оттенками. Более темный наносится на внешний край брови. И, соответственно, светлым можно заполнить всю бровь целиком. Очень стойкая история, очень клево смотрится. И максимально естественно. Для того, чтобы бровь зафиксировать и придать ей дополнительного объема, я использую от ELF гель для бровей. У меня в оттенке, не знаю, каком, если честно. Но я оставлю ссылку, вы посмотрите. Малыш, размер небольшой, маленькая щеточка. И это гель с фиброй, которая дает дополнительный объем бровям, если вам его не хватает. Мне не хватает однозначно. И этот гель очень хорошо фиксирует брови. Не делая их прям супер пластиковыми какими-то. Он хорош. Вообще, честно вам скажу, ELF это тот бренд, ради которого вообще стоит зарегистрироваться на iHerb, потому что, ну, супер бюджетно. И хорошо работает. Гвоздь программы. То, ради чего я вообще снимаю это видео. От Лора Геллер. Я заказала палетку. Я ее заказывала по дикой скидке за 1700 рублей. Что-то такое. Очень красивая упаковка сама по себе. Демонстрирует, какие цвета мы имеем в этой палетке. И, собственно, как палетка выглядит. Это картон. И когда я открою, вы ахнете, я уверена. Ну, тут есть зеркало, вам оно неинтересно, я думаю. Просто посмотрите. Конечно, мне проще вставить сюда свотчи. Я, наверное, так и сделаю. Мы имеем здесь такие, ну, не то, что прям матовые, скорее сатиновые и яркие, сияющие оттенки. Глухоматовых здесь нет, даже если вам кажется, что они есть. Качество у теней бомбическое. Они и без базы держатся на мне весь день, учитывая мои жирные веки. Мне больше всего нравится вот этот оттенок. И ради него все и затевалось. Это оттенок Metallic Rose. Это то, что я очень хотела получить на глазах. Это бежево-розовый оттенок, который делает века таким, как будто бы чуть влажным. При этом это не эффект вот этот вот совсем дьюи, да. Это красивый эффект перелива, когда ваши глаза такие яркие сверкают, при этом как будто бы и макияжа особо нет. Очень красиво, очень. Но мы сегодня с вами используем золотые оттенки для макияжа и, наверное, зеленые. Ну, потому что я как-то делала такой макияж, у меня попросили его повторить. И я, ну, не могу вам отказать, когда вы просите. Возьму сейчас самый светлый оттенок и вот такой оттенок для того, чтобы создать складку. Смиксую их, наверное, вот с этим. И затем перейду к выполнению основной части цвета. Я наношу оттенок ванила и он переливается. То есть вы можете видеть, что он не глухоматовый. Вообще матовых оттенков здесь особо нет. И для меня, наверное, это минус. Если мы говорим об этой палетке как супер универсальный, то да, здесь нет матовых оттенков. Но, может быть, это и не так страшно. Беру оттенок Mushroom и Dolce и их смешиваю, чтобы создать складку. Мы сегодня не будем делать никакой сверхдрамы на глазах. Мы просто, ну вот лично мне хочется продемонстрировать вам яркость оттенков. Дело в том, что эта цветопередача идеальная. Я такую встречала, например, у BH Cosmetics, у ранних палеток, у Too Faced, например. Но вообще мое знакомство с брендом Laura Geller прошло очень успешно. Мне прям, конечно, дико понравилось. Такие палетки, я, возможно, оставлю ссылку на другие их палетки. Возможно, вам вот эта раскладка оттенков не понравится. И вы там что-то другое для себя подберете. Но, тем не менее, качество теней обалденное. И, кстати, рефилы очень большие. То есть, видите, это не просто, ну, раскатанные такие, да. Это шарики, которые уходят в глубину. Соответственно, их здесь достаточно много. Самого продукта много. Это хорошо. Мы любим, когда много и задешево, да. Нужно взять плоскую кисть и постепенно, втаптывающими движениями, пытаться делать переход от более светлого к более темному. На самом деле, плюс этой палетки, особенно для новичка, человека не суперискушенного, в том, что вам не надо делать переходы. Вы берете любой из этих оттенков, наносите на подвижное веко, и ваш макияж готов. Вам ничего не надо делать. Цвета настолько красивые, они настолько переливаются, они настолько такие играющие, что макияж кажется гораздо сложнее. Хотя там вообще ничего может и не быть. Я хочу, чтобы яркий золотой оттенок хани лег над зрачком. Потому что этот оттенок будет максимально выделять цвет радужки. Итак, я закончила глаза. Вот эти все переливы, в принципе, ну, их можно избежать, используя один оттенок, вы тоже будете красавицей, несомненно. Я не использовала оттенок вот этот вот Форест, но он мне очень нравится, он очень красивый, он очень яркий. Еще красивый оттенок, знаете, какой хаки? Красивый, он прям круто смотрится. И оттенок винтаж. Прям роскошный. Вообще сказать, что здесь есть провальные оттенки, не могу. Они все клевые. Еще за кадром я накрасила один глаз тушью. Хотела показать вам эффект. Глаз с тушью и глаз без туши. Я использовала тоже заказанную херп тушь. Это Superstar X Fiber от L'Oreal. Я не знаю, продаются ли у нас такие. Я давно не была у нас в магазинах. Поэтому не знаю. Посмотрите, эффект, конечно, от нее вау. Кто ищет эффект вот таких вот ресничищ, это она. Плюс в чем? Здесь черная основа. То есть это не белая база, которую надо перекрывать потом стараться. А черная. И второй пункт это тушь с огромным количеством волокон. То есть она делает вам ресницы даже там, где их никогда не было. Налипает на ваши самые мелкие ресницы. Волокна налипают и вытягивают огромный, делают объем. Ну вот вы видите. Никогда ничего там не было. Тут раз и ресницы. Ну, чтобы вы видели разницу. Лицо не хватает контура. У меня нет контура Сейхер. Поэтому я возьму палетку Anastasia Beverly Hills. Она там тоже продается, но я ее заказывала не там. Хотя надо было заказывать там. Она бы обошлась мне дешевле. Вообще эта палетка супер универсальная. Ее обожают визажисты. Потому что в ней можно менять рефилы, во-первых. А во-вторых, она в базовой комплектации идеальная. Просто у меня это что? Сейчас скажу. Светлые и средние оттенки. Здесь три оттенка скульптора. Ну как, два скульптора и один бронзер, я бы сказала. И три оттенка хайлайтера. Причем есть сияющий, а есть матовый. Очень деликатный, очень красивый. Прям такая история для красивых съемок каких-то. Прям крутая история. Уберем второй подбородок. Третий тоже. Вот. И сейчас нанесем румяна. Без румян я сейчас не представляю вообще свой макияж. И я наношу румяна вот такой кистью. Тоже заказанная Herp Real Techniques. Четырехсотая кисть. Номер четыреста, да? Хотя и по счету она у меня четырехсотая. Что там говорить? Я использую румяна To Cool For School Art Class. Ну вот как-то так они и называются. Это... У меня уже дырка в них протерта. Я их очень люблю. Это персиково-розовые румяна. Которые супер нежные. Которые практически незаметные. Сложно... С ними сложно переборщить. Но они дают именно такой естественный красивый румянец, который не навязчивый. При этом он прям оживляет лицо. Если вы не любите румяна, и при этом у вас нет там купероза, сосудистой сетки на лице или еще чего-то. Попробуйте. Попробуйте румяна. Они создают волшебный эффект. Кстати, я оставлю ссылку на очень клевые румяна от Elf. Они у меня были, но закончились. Они были богоподобные. Они очень походили на Nars Orgasm. Очень популярный. Тоже вам оставлю ссылочку. Может надо, кстати, заказать себе снова. У меня просто много румян. Не хочется. Брать много. Я вытягиваю всегда немножко румяна к вискам. Очень дорогой, на мой взгляд, хайлайтер. От Лора Мерсия. Но это была моя фантазия. Это было, знаете, не то, что там прям вот... Ну как бы, да, это качество. Это круто. Но дорого. Я вот не считаю, что нужно это заказывать. Я тоже. Зайдите под видео в инфобокс. Я оставлю ссылку на бюджетные хайлайтеры на iHerb за адекватные деньги. Но вам покажу вот этот, потому что сейчас как бы других у меня нет. Очень красивый, жемчужный. У меня это оттенок Devotion. И здесь 9 грамм хайлайтера. То есть это на всю жизнь, собственно, практически. Он очень-очень яркий. И не знаю, как будет видно сейчас, но он при дневном свете, при солнечном, это вообще мечта поэта. Особенно для нанесения на ключицы, например. Очень красиво. У меня нос с горбинкой, но я все равно наношу на него хайлайтер, потому что хочу. Потому что мне нравится. И я возьму маленькую кисточку. Наберу хайлайтер. Для того, чтобы соединить на лице все вот эти точки. Световые, цветовые. Мне очень нравится. Плюс мне нравится вот этот эффект чуть влажного глаза, как будто я сейчас заплачу. Мне нравится. Что-то в этом есть. Этот хайлайтер, ну, такой, знаете, too much. То есть это, ну, достаточно яркая история. Не уверена, что он всем подойдет. Опять-таки, вот в этой палетке Anastasia Beverly Hills, опа, есть хайлайтеры. Вот они и не выглядят, да, как хайлайтеры. Но на самом деле они сияют, и они деликатно сияют. Это очень красиво. Вы не заметите вот этой вот глянцевости Ким Кардашьяновской, да. Но при этом будет красиво. Итак, мне очень хочется все это зафиксировать. Я вам покажу Matte Finish спрей от Wet n Wild. Не тестируется на животных. Удобная упаковка, маленькая. Вот, ну, такой спрей. И, чтобы вы понимали, у меня есть спрей от Mishy Vidyaiva Lucky Skin фиксирующий. Вот этот стоил 900 рублей. Вот этот стоил, не помню сколько, ну, типа, мало. Ребята, абсолютно одинаковые. Тотальной разницы не вижу. Возможно, даже вот этот где-то получше. Так что, ну, нет смысла заказывать дорогие. Причем есть у Wet n Wild с эффектом увлажнения, влажной кожи и так далее. Здесь вот он матирующий. Он дает мелкое распыление. При этом как бы соединяет слои макияжа на лице. Клевая штука, клевая. Вообще не пожалела, вообще не пожалела. Вот Wet n Wild и Elf. Очень крутые бренды, которые я не знаю, где вообще продаются. Не, наверное, продаются где-то у нас. Cover Girl, мне кажется, не продается нигде. Ладно, не имеет значения. И помаду. Я ее уже вам, наверное, показывала. Bay Minerals оттенок Жужу. Это просто мечта. У меня есть еще вот Bay Minerals, но они такие сильно розовые, сильно розовые, фиолетовые. Немножко не мои оттенки. Что это за помада? Это самая комфортная матовая помада, которая будет, была, есть в жизнях многих людей. Это стойкая, при этом не сушащая, не убивающая губы в ноль помада. Эта помада лучше, чем Huda Beauty, однозначно, чем все Huda Beauty вместе взятые. Да, мне есть с чем сравнить, у меня их много. Эта лучше, чем Lime Crime. Ну, я не знаю, это просто фантастика. Лучше, чем, кстати, Kat Von D матовая. Вот, гораздо лучше. Эта помада, которая по текстуре, как суфле. Она густая такая. Ее нужно снять излишки. И нанести тонким слоем. Она безумно вкусно пахнет. Мне сейчас нравится немножко смягчать границу. Делая такой пудровый эффект. На самом деле, можно нанести ее потолще, и она будет лежать прям, ух, лежать, как лежать. Это офигенная помада. Если вы не пробовали Beo Minerals, и если вы не любите матовые помады, жидкие, потому что, ну, вам дискомфортно, они сушат губы, они неприятные, некомфортные для вас, попробуйте Beo Minerals, и вы полюбите матовые помады. Ну, собственно, вот такой макияжик продукта Miss A Herb у нас получился. Я в восторге от палетки теней. Я в восторге от туши, потому что она делает мне вот такие ресничищи. Мне очень нравится этот консилер. Очень нравится. Но в американской версии, скажем так. Из бюджетного, что еще можно заказать на iHerb, то, что мне советовали подписчики, это от Elf. Скраб для губ в стике. Ну, у меня он уже выглядит не очень красиво. Это очень хорошая вещь. Я всегда думала, что надо скрабы покупать в баночках. Например, у Lush, ну, он как бы стоит гораздо дороже, и это не очень удобно. Он у меня что-то засахарился, и, короче, как-то... А здесь прям отлично. Очень хорошо работает. Из бюджетного сегмента, мне кажется, лучший вообще скраб для губ. Ну, что скажете? Как вам мое лицо? Как вам мой макияж? Пишите внизу, что думаете. Как вы разобрались с блокировкой iHerb? Или просто отказались от заказа? Как вы решили для себя эту проблему? Я некоторое время не заказывала, я некоторое время, что-то я думала, найду выходы какие-то другие, может быть. Но я поняла, что нет, не найду. Не найду. Люблю iHerb очень-очень сильно, нежной, трепетной любовью. Вот так. Да, все это куплено на свои деньги, чтобы вы понимали, я не сотрудничаю с iHerb. К моему великому сожалению. Вот так. Спасибо большое за просмотр. Я очень сильно вас всех люблю. Желаю вам хорошей, качественной косметики, которая всегда будет вас радовать и украшать. Спасибо большое. Люблю вас. И вам.